Владимир Путин Владимир Путинские шейхи, члены путинского кооператива «Озеро» делят между собой нефть, газ, энергоресурсы. Есть такая известная поговорка «Жадность фрая разгубила». За последние 10 лет население России сократилось на 5 миллионов человек. Страна на краю демографической ямы. Еще 10 лет и мы вымерем сами, как мамонты. Россиян лишили честных выборов. Сотни тысяч граждан вышли на улицы. Это такое проявление какого-то единства, которого у нас не было до этого. Нужна ли нам такая стабильность? Выдержит ли Россия еще 12 лет правления Путина? Впервые принимая присягу президента России, я брал обязательство работать открыто и честно. Верно служить народу и государству. И своего обещания не нарушил. Не нарушил. Не нарушил. 4 марта 2012 года, впервые в истории Новой России, граждане будут выбирать президента не на 4 года, как это было раньше, а на 6 лет. Владимир Путин во главе страны уже 12 с лишним лет. Новый президентский срок увеличит время его правления до 18, а возможно и до 24 лет. Только у нас в России, ну по крайней мере из таких, из более или менее заметных стран, власть передается путем какого-то престола наследия, путем каких-то махинаций, договоров, рокировок и прочее, и прочее. То есть от народа тут вообще ничего не зависит. Я думаю, что это собственно одна из основных, а может быть и основная претензия, которая к этой власти и конкретно к Путину народ предъявляет. В новейшей истории уже были такие политические долгожители. Иосиф Сталин, Леонид Брежнев, Мао Цзэдун и Фидель Кастро. А еще Николая Чаушеску, Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. Последние трое, как известно, плохо кончили. Однако Владимир Путин, пытаясь продлить свои полномочия до диктаторского срока в 24 года, продолжает называть себя приверженцем демократии. Он был у власти 12 лет. За 12 лет он имел возможность реализовать тот потенциал, то народное доверие, которое у него было. Он сделал свой выбор, он обменял это народное доверие, свою популярность на деньги и обогащение для себя, для своего клана, для своих родственников, в буквальном смысле друзей, дачного кооператива «Озера» и так далее. За 12 лет произошло полное разочарование. То есть мы сейчас понимаем, кто такой Путин, что такое управление Путина. Это понимает не только какая-то элита, живущая в Москве и люди, пользующиеся интернетом. Это понимает население в целом. Разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то, прости господи, от наркотиков, кто-то становится зависимым от денег. Говорят, что самая большая зависимость от власти. Он много, часто и с удовольствием говорит о демократических ценностях, свободе слова и свободе средств массовой информации. А главные телеканалы страны тем временем демонстрируют полную несостоятельность этих суждений. Телевизионная пропаганда путинской России может посоперничать с советским телевидением. В выпуске новостей просто не попадают факты, которые противоречат генеральной линии партии и правительства. Зато в каждом из них непременно есть Владимир Владимирович. На татаме, в самолете, в желтой ладе-калине, в комбайне, с амфорой под мышкой, целующий детей и животных. И даже топлес на осмотре у врача нового медицинского центра. Конкуренцию по части перевоплощения с переодеваниями нынешнему премьеру может составить разве что шоумен Леонид Якубович в поле чудес. Однако этих ли достижений мы ждем от лидера великой державы? Я считаю, что Путин – это гарант нестабильности. Более того, я думаю, что уже совсем скоро можно будет сказать, что Путин – это гарант гражданской войны. Один из основных китов, на которых стоит путинская пропаганда – лозунг «Мы не допустим возврата в лихие 90-е». Еще в начале своего первого срока, в 2000 году, Владимир Путин пообещал избавить страну от пороков ельцинской эпохи. Нам сулили повышение уровня жизни, преодоление демографического кризиса, излечение экономики от сырьевой зависимости, борьбу с олигархией и коррупцией. Что же из этих обещаний выполнено за 12 лет? Есть ли реальные достижения или только ловкое жонглирование статистическими данными? Из тех реформ социальных, которые были обещаны, провалено практически все. Реформа образования провалена, реформа медицинская провалена, пенсионная реформа. Я в 90-м году работал в Федерации независимых профсоюзов России. Мы тогда последний советский закон о пенсионном обеспечении граждан пронимали. По тому закону средняя пенсия по стране на нынешние деньги была 13 тысяч рублей. Сегодня после Зурабовской реформы средняя пенсия по стране 7 тысяч. То есть в два раза ограбили стариков, которые своим трудом заработали эти деньги. Нам говорят, в России растет рождаемость и падает смертность. Это отмечаю с особым удовольствием и удовлетворением. Потому что, как вы знаете, я уже об этом говорил неоднократно, было очень много сомнений по поводу того, будут ли эффективными те меры, которые мы принимаем в сфере демографии. Казалось, что это вообще неподъемное дело. Между тем, рост динамики рождаемости населения был самым большим в 2007 году за 25 лет. В реальности демографическая ситуация в стабильные нулевые гораздо хуже, чем была в лихие 90-е. На 1 января 1992 года россиян было 148 миллионов. В 2000 году меньше 147 миллионов. В 2010 году уже 142 миллиона. Получается, что с 1992 по 2000 год нас стало меньше примерно на полтора миллиона человек. А за путинские 10 лет численность населения сократилась на целых 5 миллионов. Это прямой путь в демографическую яму. Какая стабильность? Стабильность чего? Стабильность кладбища, когда мы каждый год на миллион сокращаемся, наша страна. Не нужно никакого внешнего врага, значит, не нужно никакого Кавказа, не нужно никаких американцев, да? Еще 10 лет и мы вымерем сами, как мамонты, если останется этот режим, который сегодня находится у власти. В стране открываются новые больницы и родильные дома. Качество медицинских услуг растет. Об этом нам рассказывают в теленовостях. Многобиллионные вливания в реформу здравоохранения приносят свои плоды, заверяют путинские министры. Однако социологические опросы населения портят радужную картину, нарисованную дикторами и чиновниками. У нас по-прежнему не хватает больниц, докторов, медицинского оборудования и доступных лекарств. Россияне все так же болеют и умирают, не дождавшись помощи врачей. Я хочу просто привести не мои слова, а сложенецы на слова, которые все объяснят вам сейчас. Беда наша в том, что нами правят люди, которые не связывают свое будущее и будущее своих потомков с этой страной. Иными словами говоря, предатели. Кстати, дочерей премьер-министра Марию и Екатерину Путиных видят в России крайне редко. Есть информация, что сестры Путины давно живут в Мюнхене. Их отец неоднократно заявлял, что девушки с 2005 года учатся в Санкт-Петербургском университете. Но странным образом их не могли вспомнить ни сокурсники, ни преподаватели. Нам говорят, что достигнутая в последние 10 лет политическая стабильность обеспечила период экономического роста. Воловой внутренний продукт страны вырос практически вдвое. Реальные доходы населения увеличились почти в 2,5 раза. Число людей, живущих за чертой бедности, сократилось более чем в 2,5 раза. Значительно увеличились пенсии и заработные платы. Людям, которые, допустим, там живут где-то в селах и заняты тем, чтобы себя прокормить на своих шести сотках, возможно, они до сих пор там верят в доброго царя, который все за них будет решать, только бы не отбирал вот эти вот морковку и картошку, которые они едят. А упрямая статистика показывает, что в России продолжается социальное и межрегиональное расслоение. И за 10 лет ситуация только ухудшилась. В конце 90-х доходы 10% самых богатых россиян были в 13 раз больше доходов 10% самых бедных. В 2010-м доходы отличаются в 17 раз. Подобный показатель характерен для государств третьего мира, африканских стран, где до сих пор правят вожди-людоеды. Пенсионеры в путинской эпохе регулярно радуют повышением пенсий. Но оно с трудом поспевает за ростом прожиточного минимума. Поспеет ли в будущем? Полный провал пенсионной реформы и дыры в бюджете пенсионного фонда ставят это под вопрос. В большинстве регионов зарплаты не дотягивают до среднероссийского уровня. И все это происходит на фоне общего роста экономики и мировых цен на энергоресурсы. На сегодняшний день мы все время видим, кто нам обещает ВВП удвоить. Проходит срок обещанный, не удваивается. Португалию догнать, не догнали. Административную реформу провести и сократить чиновников. Увеличили в два раза чиновников, в полтора раза. И так далее. Мы берем сейчас любую реформу, там МВД, армии, что хотите, и получаем результат, который сегодня есть. А результат он один. Есть сегодня огромный класс чиновников. Огромный, потому что он миллионный уже. Наверное, там их больше, чем 3 миллиона чиновников в общем сложности. И с силовиками, и теми руководителями госкорпораций, которые являются главными бенефициарами от этой системы власти. Несмотря на многолетние обещания Владимира Путина, Россия до сих пор не только не слезла с так называемой нефтяной иглы, а напротив стала еще более зависимой. Доля экспорта сырья в бюджете постоянно увеличивается. 45% в 99-м году до почти 70% в последние годы. Если завтра нефть будет стоить не 120 долларов за баррель, а всего 8-10, как в лихих 90-х, то бюджет России моментально похудеет в три раза. Значит, придется в разы сокращать зарплаты учителям и врачам и, видимо, заморить голодом 30 миллионов пенсионеров. Напомним, нефть – это биржевой продукт. Цена взлетает и падает молниеносно. Если завтра что-то произойдет, мы к этому абсолютно не готовы. Есть заначка, которой хватит, может быть, на год, может, на полтора, и то при условии, если ее не решат, а окончательно разворовать. Десять лет назад Путин обещал стране хорошей дороги. Но дорожное строительство фактически провалено. Две трети всех российских дорог не соответствуют нормативам. Мы на 125-м месте в мире по качеству автомобильных дорог. 14-е с конца. Вместо 6 тысяч километров в год, как строилось в 90-е, сейчас строится всего 2-3 тысячи километров. А в Китае, например, 50 тысяч километров в год. Список невыполненных обещаний и необещанных провалов можно продолжать. Но есть то, что в путинскую 12-летку расцвело пышным цветом. Это произвол и коррупция. Такого воровства и взяточничества Россия не знала за всю свою историю. Есть такая известная поговорка «Жадность фраера сгубила». Вот я думаю, что как раз Путин в ВВ является на данный момент типичнейшим объектом, фигурантом этой самой классической поговорки. Коррупция в стране сегодня достигла поистине чудовищных масштабов. Международная организация Transparency International по итогам 2010 года признала Россию чуть ли не самой коррумпированной страной. Хуже, чем у нас, только в Таджикистане и Папуа-Новой Гвинеи. Масштабы коррупции при Ельцине и при Путине несопоставимы. Один из самых громких коррупционных скандалов 90-х связан с установкой пластмассовых стульев на стадионе Лужники, который выиграла жена мэр Москвы. Цена вопроса 700 тысяч долларов. Чиновники путинского эшелона так даже не мелочатся. Ведь им ничто не угрожает. Автомобили, яхты, виллы, дорогие аксессуары. Все это, конечно, нажито не по сильным труду. А потому зачастую с гордостью демонстрируется народу. Один из самых выпиющих примеров – это часы бывшего московского вице-мэра, а ныне дунского депутата-единоросса Владимира Ресина. Специалисты по дорогим хронометрам опознали на руке столичного чиновника эксклюзивный экземпляр стоимостью в миллион долларов. По экспертным оценкам, ежегодный коррупционный оборот в нашей стране достиг 300 миллиардов долларов. Что сопоставимо с годовым российским бюджетом и составляет 25% ВВП страны. На самом деле и Путин, и люди приближенные к нему стали заложниками вот этой паузы, которую западные банки, западные риэлторские агентства взяли. Они молчат сейчас, им так выгодно, у них там кризис, им не с чем заняться. Но рано или поздно кто-нибудь из них откроет рот. Вот и возникнет момент крайне неприличный и неприятный, когда начнет выясняться у каких депутатов, министров, судей, где чего позаныкно во всяких разных приятных странах. Не допустить этого – это тоже одна из важных задач. Оплатят за это народ. Рост тарифов и цен в стране во многом – следствие коррупционной деятельности на всех уровнях власти. Откаты, распилы и поборы достигают 50 и более процентов от стоимости работ. Вот почему строительство газопроводов в системе «Газпрома» в три раза дороже, чем в Европе. В системе Министерства образования, по данным экспертов, за некоторые контракты просят до 90% откатов. Власть лишается всякого контроля критики, уничтожается как таковое поле, зачищается поле от оппозиции. Зачищается полностью ручневым режимом, управляется СМИ и так далее. В этих условиях полной бесконтрольности те люди, которые близки к власти, они начинают просто-напросто коррумпироваться, брать откаты, взятки, поборы и так далее и тому подобное. Все это по-путински называется «навести порядок во власти». Впрочем, кое-что он действительно упорядочил. Например, ряды российских миллиардеров за последние годы пополнились. Среди новобранцев по счастливому совпадению оказались люди, знакомые с Владимиром Путиным со времен работы в мэрии Петербурга, соседи по дачному кооперативу «Озеро» или добрые приятели из секции дзюдо. На фоне укрепления вертикали власти эти малоизвестные господа и предприниматели средней руки стремительно ворвались в списки богатейших людей страны. Сделано в экономике единственное. Это фактически остатки государственной собственности были приватизированы и перешли в руки ближайшего окружения Путина. Механизм этой коррупционной машины сложен, но попробуем разобраться. Дачный потребительский кооператив «Озеро» учрежден в 96-м году на берегу Комсомольского озера в Приозерском районе Ленинградской области. Учредители. Владимир Путин и еще семеро граждан. Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Виктор Мячин, Владимир Смирнов, Владимир Якунин и братья Андрей и Сергей Фурсенко. Банк России существует с 1990 года. Это один из первых коммерческих банков в стране. Молодой питерский чиновник Владимир Путин когда-то был в числе его акционеров. После прихода Путина к большой власти в этот частный банк из государственной компании «Газпром» было выведено активов на 60 миллиардов долларов. Это в два раза больше дефицита пенсионного фонда страны. Крупнейший акционер банка, знакомый Путина со времен работы в мэрии Петербурга, а ныне гражданин Финляндии Геннадий Тимченко, является также совладельцем нефтяного трейдера «Гунвор», который продает почти 50% всей российской нефти. Тимченко занимает 26 место в списке российских миллиардеров. Его состояние оценивают в 5,5 миллиардов долларов. Другие члены дачного кооператива тоже не бедствуют. Владимир Якунин – глава РЖД. Владимир Смирнов – советник директора концерна «Атомэнергопром». Андрей Фурсенко – министр образования и науки. Его брат Сергей Фурсенко – руководитель Российского футбольного союза. Вот такие соседи-дачники. Теперь к приятелям-спортсменам. Братья Ротенберги – Аркадий и Борис. В далекой юности они вместе с Путиным занимались дзюдо. С тех пор и дружат. Сейчас братья – долларовые миллиардеры. Они являются крупнейшими поставщиками труб для «Газпрома» и крупнейшими подрядчиками при строительстве газопроводов и олимпийских объектов в Сочи. То, что по ходу борьбы со старой олигархией выросла новая олигархия, организованная преступность сменилась преступностью в погонах, а замерили в одном месте, загорелось другое место на Кавказе, оно как бы показывает, что нельзя так приоритеты ставить. И нельзя решать эти задачи так, как они решались. До чего докатилась страна, если единственное требование населения к власти – честность. И власть, если собирается сделать какие-то тут шаги, то считает, что это она идет на уступки. Правящая верхушка стремительно богатеет и не собирается этого скрывать. Они сегодня за наш счет реализуют свои детские мечты о роскошной жизни. Президент и премьер словно соревнуются. Миряются эксклюзивными дворцами, мегаяхтами, швейцарскими часами. А когда их уличают в этом, цинично игнорируют вопросы или передают через пресс-службу, что это касается только их частной жизни. Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах. Оказывается, галеры золотые. В начале 2011 года в Сочи пришла яхта представительского класса «Сириус» стоимостью 1 миллиард 200 миллионов рублей. Куплена она управлением делами президента, то есть на деньги из бюджета, то есть на наши с вами деньги. Яхта длиной более 50 метров рассчитана на 12 гостей и 12 членов экипажа. К услугам главы государства винный погреб, кают-компания с панорамным видом на море, спа-бассейн с водопадом, джакузи и прочие удовольствия. Еще одна галера Путина. 57-метровая пятипалубная яхта «Олимпия» стоимостью около 50 миллионов долларов. Это судно входит в золотую сотню мегаяхт мира, отделка красным деревом и пальмой ротанг, позолота, джакузи, колоннада из ценных пород клёна, огромная ванная комната, облицованная мрамором. Этот шикарный подарок Владимир Путин получил от еще одного своего старого друга-олигарха Романа Абрамовича. Но расходы на эксплуатацию Олимпии около 150 миллионов рублей в год оплачивают простые россияне. Флотилии, которые могли бы сравниться с путинской, есть разве что у короля Саудовской Аравии и нескольких арабских шейхов. Я думаю, что любая элита, которая придет к власти после Путина, понаблюдав за агонией Путина и его режима, она будет чуть умнее в плане личного обогащения и чуть осторожнее, и, я надеюсь, намного честнее и прозрачнее, потому что они убедятся в том, что хапать беспредельно и безостановочно невозможно. Дворцы и усадьбы, выстроенные в самых разных уголках нашей Родины для Путина и Медведева, тщательно скрывают и маскируют, записывая на баланс госкорпорации и частных лиц из числа близких друзей. В общей сложности у Путина с Медведевым на двоих около 25 объектов элитной недвижимости в России и за ее пределами, утверждают знающие люди. Один из таких осведомленных людей – бизнесмен Сергей Колесников, который в марте прошлого года написал открытое письмо президенту Медведеву и сообщил о том, что для личного пользования Владимира Путина на берегу Черного моря строится роскошный дворец стоимостью более 30 миллиардов рублей, то есть более миллиарда долларов США. Я участвовал в работе по обеспечению медицинским оборудованием ряда лечебных учреждений России на условиях, что часть прибыли мы передавали в офшорные компании за рубежом. У нас была определенная договоренность, что эти средства пойдут на развитие экономики России. В конечном итоге все инвестиционные проекты будут прекращены, а все деньги и все силы окажутся сосредоточенными на этом дворце. государство за свой счет провело дорогу, линию электропередач, газопровод. При этом близлежащие села не имеют ни электрики, ни газа, ничего. Все это только конкретно к этому дворцу. На самом деле у села Просковеевка близ Геленджика построен даже не дворец, а целый городок, включающий огромное основное здание в итальянском стиле, с дворцовыми воротами, украшенными двуглавым орлом, оздоровительный комплекс, казино, чайные домики, вертолетные площадки, лифты к собственному пляжу и многое другое. И все это на территории вырубленного реликтового соснового бора, выведенного из состава лесфонда. Решение о строительстве было принято еще в 2005 году подразделениями управления делами президента. А всю работу вела компания «Лирус», тесно связанная с членом кооператива «Озеро» Николаем Шамаловым. Дворцы, виллы и усадьбы с обслуживающим персоналом и федеральной службой охраны вместо ЧОПа. Яхты, достойные арабских шейхов и королей, с командами и баснословно дорогим ежегодным содержанием. Лучшие в мире швейцарские часы в ассортименте, сауны, джакузи и бассейны с водопадами. Кто бы мог подумать, что мы описываем сейчас не жизнь королевской особы какой-нибудь нефтяносной страны, а премьер-министра и президента Российской Федерации. Я доволен результатами своей работы. Не мудрено, что в такой обстановке они начали забывать, что президент России – выборная должность, а фраза «исполнительная власть» образована от слова «исполнять». Блеск позолоты и виск мигалок мешают вспомнить, что президент – не помазанник Божий на земле, не царь и не отец народов, который пришел править нами вечно. В конце концов, хватит нам лидеров, хватит нам фюреров, хватит нам вождей. Пора приходить к нормальному ритму жизни, к нормальному, спокойному ритму жизни, без обзывательств, оскорблений большой части граждан. Хватит. Президент – менеджер, которого мы нанимаем по контракту на 4 года. И по истечению этого срока мы рассчитываем получить отчет и решить, продлевать ли его полномочия еще на 4 года или нанять другого специалиста. Пока же мы видим, что очередь на этой бирже труда оккупировали два человека, которые меняются местами и пытаются объяснить нам, что эта чехарда называется стабильностью, и без них мы просто не выживем. Наш народ значительно более талантлив, значительно более образован, крепок, умен, силен, смел, чтобы не считать, что раз в 20 лет мы рожаем всего одного человека, способного управлять собой. Ничего подобного. Потенциал нашего народа значительно больше. Кремлевская пропаганда пророчит России без Путина крах и распад. Их разыгравшееся воображение рисует картины апокалипсиса. Но мы-то помним, что до Путина Россия существовала не одну сотню лет. Россия не развалится, потому что нет предпосылок никаких к ее развалу. И это действительно какая-то страшилка, которую придумал Путин и путинское окружение. И вот они рассказывают про какие-то проклятые 90-е, все, что так было ужасно, а сейчас они пришли и все починили. Еще один вопрос, которым нас пытаются поставить в тупик. Если не Путин, то кто? А ответ очень прост. Неважно. До 4 марта каждый из нас волен решить, кто этот кандидат не Путин, и проголосовать за него, как за президента переходного периода. Что касается так называемого технического президента, действительно, мне кажется, такой общественный контракт между кандидатом, который идет сейчас против Путина и общества, этот технический контракт должен заключаться в том, что он будет президентом, который избирается только для того, чтобы объявить новые выборы честные. Я уже сказал, это выборами не является, нам нужны настоящие выборы. Я абсолютно уверен, что требования наши будут выполнены рано или поздно, потому что если они не будут выполнены, протест будет нарастать, потому что требования вполне справедливые и достаточно очевидные. Мы требуем политическую реформу, проведение новых парламентских выборов в течение одного года, проведение новых президентских выборов в течение двух лет. В этих требованиях нет ничего незаконного и экстраординарного. Россия терпела 12 лет. Еще год назад многие граждане поддерживали путинский режим и манер управления. Но очередная сентябрьская рокировка, наглая фальсификация выборов в Госдуму в декабре, откровенное игнорирование фактов нарушений, хамские высказывания премьера Путина в адрес десятков тысяч граждан своей страны не оставляют больше иллюзий. Я не верю даже в эти рейтинги, которые нам объявляются социологи, что Путина поддержит 56%. 56% или сколько там по данным ВЦИЛОМА или ФОМА, это те, кто не против Путина, те, кто пока не против Путина. Все больше людей отказываются оставаться в горизонтальном положении, подпирая собой такую вертикаль власти. Мы пришли протестовать беспредел, который творится в нас в стране. Против произвола вот этой власти, которая народ обманула, не считает ни во что, не ставит. Вот и все. Из города Твери приехали специально, получают, что-то в рейтинги за честные выборы. Мы должны выбирать тех, кого выбрать, а не тех, кого равновесы. Я хочу сегодня приветствовать здесь тех будущих президентов, которые стоят в этой толпе. Не одного, а нескольких. Тех, которым будем мы выбирать. Молодых, образованных, честных, неискалеченных системой. Надо что-то делать, ведь на этот раз мы не забудем, не проспим. Пока будет Путина власть, альтернативы не будет. Он всю альтернативу убивает на корне, а вы говорите про альтернативу. Альтернатива рождается вот здесь, в этом движении. Мы сейчас генераторы альтернативы. В этом котле будет все, что угодно. Понимаете? Так, вчера я услышала великого, великого мыслителя господина Путина, у меня внутри все закипело, и я не смогла не прийти, потому что такого, такого невежественного, бескультурного человека надо поискать в нашей стране, да еще при том, что он захватил власть. Позор стыд нам всем. Внутри вчера все закипело, я поэтому не могла не прийти. Поэтому я здесь. И, наверное, буду дальше приходить, потому что выдержать это невозможно. Нам нужна мирная, счастливая, свободная Россия. Нам нужна политика, которую у нас заменили эквилибристикой, меняющейся местами политических карликов. Нам нужна свобода и мирное развитие. ПОДПИСЫВА ЯЗЫКЕ страны заявили, что верят в эффективность власти. 46% граждан категорически против узурпации власти. 37% опрошенных считают, что нынешние руководители страны озабочены только своими привилегиями и доходами. 34% уверены, что их приоритет лишь сохранить власть. И только 19% россиян верят в то, что Путин и его приближенные заботятся о благе народа. Правящая верхушка идет на все, чтобы сохранить контроль над страной. В декабре прошлого года они фальсифицировали выборы в Государственную Думу, чтобы захватить законодательную власть. В марте, кажется, будет предпринята попытка таким же образом удержать власть исполнительную. Мы не хотим революции, и мы абсолютно уверены, что возможна мирная трансформация и транзит власти. Я уверен, я надеюсь, что наша власть, она хоть такая жуликоватая и вороватая, но она достаточно хитрая, чтобы понимать, либо они идут на компромисс, делегируют власть и объявляют новые выборы, либо это закончится все для них очень печально. Миллионы людей по всей стране не просто разочарованы в нынешнем режиме. Они не хотят больше его терпеть. Они не согласны, чтобы такая сомнительная стабильность сохранялась в России еще 12 лет. Думаю, должно закончиться, и это закончится. И те же люди, которые сегодня относятся к Путину как к явлению природы, да, то есть вот есть там какой-то ураган или дождь, и вот это и есть Путин. Они поймут, что это не ураган, не дождь, а как в известной сказке Чуковского, всего лишь таракан, которого не стоит бояться. Недовольны не только Москва и Санкт-Петербург, как уверяет нас кремлевская пропаганда. Многотысячные митинги против произвола и фальсификации выборов уже прокатились по всей стране от Архангельска до Астрахани, от Владивостока до Калининграда. Это такое проявление какого-то единства, которого у нас не было до этого. И, не знаю, может быть для кого-то это фарс, наверное, для тех, кто смотрит на это со стороны. И как бы ни пытались государственные лжецы принизить значимость этих событий, игнорировать мнение народа, им становится все сложнее. Россия! Это нужно! Россия! Это нужно! 4 марта путинский режим получит самую масштабную акцию протеста. Те, кто не вышел на площади, придут на избирательные участки. Кто-то еще не определился, за кого ему проголосовать на президентских выборах. Но, кажется, уже всем стало понятно, за кого голосовать нельзя. Продолжение следует...